Всем привет! В эфире третий выпуск передачи Игромания уже не та. И сегодня в студии Георг Кокопян, главный редактор сайта и ведущий телепередачи. Меня представил, собственно, Леша Макаренков, главный редактор журнала Игромания. А в гостях у нас сегодня Вячеслав Мастицкий, представитель Double Fine Productions в России. Также слава в прошлом игрой-журналист, так что он просто геймер. Не только, да. Он очень давно играет в игры, собственно, ему есть о чем рассказать в ходе нашей сегодняшней передачи. А тема у нас какая, Леша? А тема у нас сегодня ремейки и ремастеринги. И вообще все, что с ними связано. Вот есть какая-то игра, которая вышла достаточно давно. И вот она появляется здесь и сейчас в какой-то момент. И тем, как вы понимаете, не просто так, на этой неделе вышло две-три. Слушай, Леша, я не знаю. Три, да. Или четыре, слушай. Сколько? Вы вышли герои. Герои. Вышел Фаренгейт. Грейм Фандангейт и еще ремейк, по сути, Resident Evil. Resident Evil. Да. Четыре. Четыре сразу. Поэтому сегодня будем говорить обо всем, что связано с конкретно этими играми и вообще с ремейками и ремастерингами в целом. Да, да. То есть мы обсудим тему со всех сторон возможных. А сейчас, пока вы, наверное, готовите вопросы на нашем Twitch канале в прямом эфире, мы вам покажем один замечательный ролик. Дело в том, что, да, у нас не так давно закончился конкурс по розыгрышу коллекционной PS4. Той самой, которая вышла тиражом всего двенадцать тысяч триста экземпляров, которая в самом начале стоила на eBay сколько? Двадцать тысяч евро. Двадцать тысяч, да. О, кошмар. И вот, собственно, у нас конкурс подошел к концу и мы пригласили победителя к нам в офис и вручили ему эту консоль. Посмотрите этот ролик. Не так давно у нас прошел конкурс по розыгрышу юбилейной PS4 и, собственно, к нам в редакцию приехал победитель Олег Старков за консолью. И сейчас мы зададим ему пару вопросов. Расскажи, как давно ты играешь в игры? Ну, наверное, с самого детства. У меня был замечательный брат, который подсадил меня на игры еще, когда я был совсем маленький. Причем мне повезло, если многие начинают играть с какого-нибудь там Винни-Пуха, то я начал играть с, наверное, Warcraft 3, с Spellforce, с Twirls. То есть, как я понимаю, ты начал играть именно с компьютерных игр? А как ты перешел к консоль? У тебя есть консоль? Любишь ли ты PlayStation? Какая у тебя история именно с брендом? У меня есть PlayStation 3. Я затертый до дыр. Я очень много на ней играл. Потом уже какое-то время пришлось перейти на ПК, но она стоит и периодически все равно запускаю. Там любимая игра, наверное, LittleBigPlanet очень много времени провел в редакторе и Battlefield. Ну, мы поговорили о PlayStation. Понятно, что эта консоль приурочена к 20-летию бренда и к 20-летию первой приставки. А ты играл на первой PlayStation? Нет, не удалось бы. Ни разу в жизни вообще не довелось. А ты можешь сказать, какие игры самые популярные вообще для бренда PlayStation? Какие игры у тебя лично характеризуются с PlayStation? Ну, наверное, Uncharted и LittleBigPlanet. Они, как бы, такая игра уникальная, в которой нет ничего похожего. Последний вопрос, так как конкурс «Понеты игромании» вот у нас на фоне стоим. Собственно, Олег, а ты читаешь игроманию как давно и вообще вот где ты нас читаешь? На сайте, смотришь на YouTube, может быть, журнал читаешь? Я покупал журнал. У меня первые выпуски, наверное, с 2008 года есть. Вот сейчас начал смотреть видео на YouTube. Очень гораздо удобнее. Электронной версии тоже есть несколько. Ты знаешь, кто такой Алексей Макаренко? Да. Ну, я, собственно, сейчас приглашу нашего главного редактора, главного редактора журнала Лешу. Леша, заноси! Пам-пам-пам-пам-пам! Держи! Следовательно, уникальник! Итак, мы снова в студии. И напоминаю, что мы сегодня обсуждаем ремейки и ремастеринги старых известных игр. А сейчас одна маленькая новость от Георга. Что у нас сегодня? Да как некоторые зрители нашего Twitch канала уже знают, мы постоянно разыгрываем всякие ключи, разыгрываем коллекционные издания игр, ну и вообще, стараемся всячески, а, делать наши трансляции интерактивными, И сегодня наш эфир не исключение, потому что Слава разыграет в прямом эфире два ключа для ПК и один ключ на PS4. То есть, по сути дела, три розыгрыша. Да, три розыгрыша, собственно. Ну, для игры Grimm Fandango Remastered. Да, да, да. Так что, ребята, все, кто нас сейчас смотрят, готовьтесь, что примерно где-то в 19-10 мы разыграем первый ключ и потом каждые 10 минут мы будем разыгрывать по ключу. Собственно, Слава будет задать вопрос. Хитрый вопрос. Хитрый вопрос. То есть, я подготовился, нашел там такие подробности. Хочу сказать, что даже если вы не играли в Grimm Fandango Remastered, то вы сможете найти ответы на эти вопросы. Интернет? Немножко как бы интернет, но это надо знать, где искать, потому что просто так быстренький беглый запрос Google не найдет вам ответов. То есть, не наши простые вопросики, там, не знаю, какая компания развалилась в прошлом году, а такие. Я-то не вас жалею. Да, ну, это надо. И там есть парочка вопросов, конечно, которые вам пригодятся. Знание, наверное, культуры в целом. Вообще истории там. Ничего себе. Вот так вот. Возможно, читатели игромании настолько как… Сейчас озвучишь в образах и мы тоже такие… Что? Либо на образах такие… Что, это хардхор, что ли? Мы будем делать вид, что мы знаем ответы на эти вопросы, что они элементарные и все хорошо. В общем, да, ребята. Скоро разыграем первый ключ. Ответы на него вы отправляете на почтовый ящик фрайдейсобакаигромания.ру. Он еще появится на экранах, либо наши ребята, наши домовые эльфы, как мы их называем, да, которые сидят… Да, это Арик и Вася. Они отправят еще… То есть они напишут в комментариях еще почтовый ящик, а потом в конце ролика мы выберем победителя. Еще раз. Фрайдейсобакаигромания.ру. Первый правильно ответивший на каждый из вопросов получит ключ. Соответственно, если один человек правильно ответит, например, первым на все вопросы… То он выиграет. То он выиграет три ключа и сможет поступить с ними так, как захочет. Продаст все так. Вот, да. Ну да. Собственно, ребята, давайте, так как у нас тема на самом деле широкая, но так как у нас в гостях Слава, в первую очередь мы поговорим о гримфандардах. О гримфандардах. А, ну так уж вышло… Опа! Да-да-да. Георг сразу такой завял, потому что я знаю, что он сейчас скажет. Да-да-да. Ну, собственно, как Леша знает, я не играл в гримфандардах. И это… А-а, у меня тут лишь… Да. Как я понимаю, это большое упущение. И поэтому, собственно, я, как и вы, точнее, не как и вы, на рынка играли. Надеюсь. Как и те люди, которые не играют в гримфандардах, я сейчас хочу услышать от Леши и Славы, двух фанатов, ценителей. Ценителей. Самый настоящий фан-агри и фанданга – это была одна из первых моих игр. И более того, сейчас она самая любимая моя игра ever. То есть вообще в истории. Да. Вот расскажи почему. И мы сделаем вид, что это не связано никак с твоей работой, то есть это просто любимая игра. Ну, это так, это совпало, настолько вот идеальная комбинация, что та игра, которую я любил, когда, не знаю, ходил вот такой вот, там, в первые классы школы, это был 99-й год. Есть такая штука, как знание языкового герса, как бы в 2-го возраста. Ну, да. В те времена, как бы, ну, переводы были настолько ужасные, что… Скорные знания, да. Да, что нужно было как-то, ну, если ты хочешь понять, что там, будь добр, так сказать, словарь и много терпения. Ну, то есть вот, вот пример, да, как игры, чего тут у тебя. Да, да, ну, то есть это я во многом вылучшил английском благодаря фиговому русским переводам. Лишь. Да, Игрин Фандангл меня настолько поразил, представьте, вот был 99-й год, мне там, словом говоря, 11, там, лет. Сейчас я тут выглянул седину из бороды, там, пару волосков, а я тоже у меня, там, 12 лет, вот. И я вижу вот эту вот совершенно безумную мешанину из какого-то крутого стиля, скелеты в пиджах. В пиджаках разговаривают на мексиканском. Если вас будет расслабиться с гримфандангой, говорите, что это просто безумная мешанина. И, в принципе, это отчасти даже… Ну, то есть это такая… Да, это сплав стилистик, что мы потрясаем. Да, да, причем это не эклектика какая-то, все намешано, это очень… Это все соединено, переработано через какой-то вот творческий ум и выдано вот в такой уникальной комбинации, не знаю, в игре. Знаете, ребят, а я вот, ну, я, как уже говорил, не играл, но при этом, я когда смотрел ролик, у меня есть такое ощущение, что что-то подсмотрено из ацтекской металлогии, что ли, вот… Ну, да, там, собственно говоря, да, да, ацтекской металлогии там очень плотно замешано. И вообще, вот, сами фигурки, сейчас, как же это называется, калака, по-моему, в мексиканской… Да, 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 у них есть день мертвых. Собственно, Диа Де Лос Мордесом называется. Да, 2 ноября это, по-моему, и как раз вот эти самые персонажи, они выполнены в стиле фигурки. Это сахарные фигурки, которые жители Мексики, соответственно, в этот день мертвых, ну, значит, ставят у своих там порогов или там… Кои поберегают, что ли? Нет, 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 чтобы души умерших приходили и, собственно, собирали эти слабости, а не забирали… Это ездили в году, когда мертвые могут вернуться в мир живых и пообщаться со своими родственниками. Вот, вот, соответственно, на этом тоже… Ну, сейчас это, конечно, стало большой очень частью туристического культа, то есть, когда приезжаешь в Мексику, там везде эти фигурки… А ты что, в Мексике, да? Ну, конечно, да, там везде эти фигурки сделаны из гипса, покупайте, покупайте, уже никак не связано с миром мертвых. Ну, то есть, вот, то, что на показ, никак не связано с подоплекой всего этого дела. Ну, это как русские баловаки, наверное, точно. Ну, опять-таки, на главный вопрос, вот эти сахарные фигурки, это как? Как закусь к лебадосу, нормально? В связи в том, что они чугунные, гипсовые. То есть, чугунные! И делают такие штуки на полку поставили, они нифига нет сахара. Да, сахар там и есть сладкий, но это изначально сахарный. Ты знаешь, они изначально сахарные. По традиции. Да, и вот реальные, которые сейчас делают в традициях, они тоже сделаны там с удобного материала, обычно с сахаром. А вот тоже для туристов, ну, понятно, что это сделано. Либо из дерева, либо… Ну, как бы я хочу сказать, что вот «День мертвых» – это не единственный источник вдохновения для «Гриф Фанданго». Очень большое культурное влияние на эту игру оказал жанр нуара. Собственно, в гинематографе, ну, там, 40-е, 50-е, расцвет жанра… Касабланка. Касабланка в том числе. То есть, это вот эти вот очень вычурные камерные углы, вот эти вот освещения, которые прорезают, можно сказать, кадры сцену. Вот эти все курящие, значит, люди, которые здесь сняли… Если вы, ребята, не играли, там курят, ну, чуть ли, что не все персонажи. Там выпивают, там вискарь какой-нибудь. Да, там загадки на это построены, кстати. Да, да. Вот, кстати, вот ты сейчас очень точно подметил, опять же, я не играл, но из роликов есть такое ощущение, что вот чем-то называется Лаенуар. Тоже… Да. Джасса. Да, да, да. Кстати, по поводу курения, я помню, в каком-то интервью, сразу после выхода игры, когда Шейферу как раз задавали вопрос, а почему все персонажи в игре курят? Тогда еще вот такого… Ну, хоть нет, в Америке уже было активно массовое движение против курения. Ну, да, действительно. Да, да. Вот. И он сказал, что вот вы задумаетесь, да, персонажи курят, но они при этом все мертвые. То есть, это урок, да? То есть, накурились, да? Более того, там есть в игре шука даже про это, типа, ну, про курение. Опа, я вот три раза забыл про эту щетку. Да, да. Логично, логично. Если он об этом думал, то логично, что он это воплотил в игре. Ну, собственно, кстати, Слава еще сказал, точнее, об освещении, да, которое прорезает будто пространство. И если говорить о графических изменениях в переиздании, то это во многом именно измененное освещение. Оно стало гораздо мягче, оно стало красивее. Оно там появилось. Оно стало динамическим. Оно было, по сути, нарисовано на задних сторонах. Да, да. Там не было никаких... Никто не обрасывал тени. Тем не менее, это было полное 3D, если что. Да, да. То есть, модели, по-моему, итерактивные объекты были, нет? Да, да. А задники рендеры? Задники, да, это было рендер. Ну, там очень хитрая, на самом деле, структура. Они как бы рендеры, но они в трех плоскостях, и там есть фиксированная камера вот так вот. Поэтому было полное решение объема. То есть, это как шерма, как театр. Это было очень здорово. Да, да. И, собственно говоря, до этого же Луксарта в основном в квестах. Вообще, почти везде в квестах была система Point-on-Click, где ты перемещался мышкой, а здесь вот вышел квест, на что многие квестовики были недовольны. Хотя, на самом деле, это очень удобная штука. Управление было только с клавиатурой. То есть, ты управлял, персонаж перемещался, и за счет этого ты сближался, наоборот, с персонажем. Потому что, да, вроде бы удобнее кликать мышкой, но когда ты каешь мышкой, и персонаж куда-то сам пошел, ты в этот момент теряешь с ним, ну, как это сказать, внутреннюю связь, что ли. А тут прям вот любое движение пальцем давало какое-то микродвижение персонажа. И вот там первые 10-15 минут буквально в управлении было ощущение, что сам вот этот персонаж, ну, может быть, я немножко утрирую, но, тем не менее, способ управления в квестах очень важен. На самом деле, ты, ну, не утрируешь, сам Тим про это говорил, как он обосновывал то, что был выбран этот Tank Controls, ну, когда персонаж двигается вокруг своей оси, а не Point & Click. Потому что, когда ты играешь с управлением Point & Click, ты, игрок, и игра, они как бы дистанцированы. У тебя есть какой-то непринадлежащий миру игры объект, курсор, с которым ты взаимодействуешь как бы, ну, отдаленно. Да-да-да, а когда у тебя Tank Controls, ты, по сути, мир весь вращается вокруг персонажа, то есть ты передвигаешься как бы сам с его помощью. И он потом по этому поводу шутил, что, как бы, это очень хорошее оправдание для плохой идеи. Ну, то есть, ну, это сложный вопрос, на самом деле, управления. Поэтому в ремастере, кстати, новую схему управления. Там есть и Tank Controls, там есть и адаптивное управление от камеры, то есть как в новом Resident Evil. Там есть и Point & Click, как Full Throttle, то есть с иконками, и тач-управление на PS Vita. А в оригинале было как? В оригинале только Tank Controls. Я, кстати, помню, я тоже, по-моему, смотрел, то ли недавние дневники разработчиков, то ли давнюю запись. И там Шаффер, да, что он говорит, удивительно, насколько тебе в моменте кажется, что ты прав и это правильно. А потом ты тогда... Ну, типа... Есть прикол, наверное, такой, вот когда люди говорят, ну, там, Тим Шаффер, да? Шаффер, окей. Я знаешь, как отвечаю им? Шаффер будет у тебя на свадьбе. Ну, да. А Шаффер она на свадьбе у тебя не будет. Утроенная ошибка. Я всю жизнь его называл Тим Шаффер. Потом мне когда-то сказал, что, типа, Шаффер... Мне многие говорили Шаффер, Шаффер, Шаффер. Я сам начал его называть. То есть, знаешь, ты с Левином. Я все время называл Левайн, 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 Левайн. Я сам начал его называть Левайн. То есть, знаешь, все говорят неправильно. Знаешь, уже просто в подкорку куда-то туда залезают. Ну, просто так. Ну, то есть, я не знаю. Короче, он Шаффер и все. Не слушайте слова. Шаффер на свадьбе у тебя будет еще раз. Мы, кстати, вообще, для людей, которые вообще никогда не играли в Grim Fandango, мы не рассказали о сюжете игры. Вообще ничего. Вот, кстати, я прочитал заявку. Это же потрясающая штука. И она очень оригинальная. Даже сейчас точно. Ну, это круто, да? Ребята, ну расскажите. Давайте бегло расскажем. Существует мир мертвых. Он состоит из, ну, девяти миров, наверное, тогда, правильно сказать. И главный герой, Манни Калавера, это умерший человек, по сути дела. Он ничего не помнит о своем прошлом. И внутри мира мертвых действует агентство, которое помогает мертвым добраться от начала мира мертвых до девятого, ну, как, неправильно сказать, круга, хотя ассоциации всех вот такие, конечно же. Ну, до вечного покоя. Вот, логично. И там такие интриги вертятся. Вообще, в принципе, праведники, которые попадают в мир мертвых, они автоматом получают достаточное количество денег, чтобы за, сколько, за четыре минуты, да, по-моему, на поезде добраться до самого конца. Люди, которые не очень праведную жизнь вели, могут отправиться там морским путем, еще каким-то, и добраться примерно за четыре месяца. И, наконец, те, кто грешил безбожно, у них нет никаких средств существованию там в мире мертвых, и они вынуждены добираться до финального пункта назначения. Четыре года. Пешкодралов, да. И главный герой Мэнни Клаверов, вот как раз-таки он должен как бы проделать эту дорогу, но автомат, при этом, когда он попадает в мир мертвых, он устраивается на работу в это самое туристическое агентство. Отлично. И вот, да. Он должен отработать, по сути, свой долг, чтобы заслужить себе покой. Так, я сейчас, ребят, привык, пока вы думаете, что можно было сотворить вот с такими крутыми вводными, Слава задаст первый вопрос в нашем розыгрыше, потому что, да, уже подоспело время. Ну что, Слав, зачитаешь? Напомню, что конкурсный ящик FridaySobakoIgramania.ru, и в ближайшее время вы увидите титры где-то на экране и в комментариях, так что не потеряйте. Слав? Собственно, первый вопрос. Разыгрываем первую копию Grim Fandango Remastered для PC. Да. Да. Вопрос, собственно, такой. Point-and-click управления в Remastered версии Grim Fandango реализовалась благодаря помощи фаната. То есть, исходный код для Point-and-click управления в Remastered использовали фанатский. С его разрешения он помогал студии, да. То есть, это фанат. Соответственно, назовите просто имя этого фаната, имя автора Point-and-click управления. Вот это вопрос. Либо можете поискать в интернете, либо, если вы внимательно следите вообще за всем, что связано с миром Grim Fandango, то вы можете знать ответ на этот вопрос. Ну, на самом деле, мне кажется, Леха знает. Да, я вообще, знаешь, напечатал правильный ответ. Вот я не знаю правильного ответа, поэтому, да, я недостаточно не фанат, я просто не просто нравится играть. Ну, тут сейчас это Олимпиада по скоростному гугловодству. Ну, то есть, это не очень сложный вопрос, на самом деле. Ну, как сказать тебе слова? Окей, готовьтесь дальше, хорошо. Ну, к слову, Слава затронула хорошую тему о том, что, на самом деле, выходит довольно много пользовательских пересданий, пользовательских ремейков, люди подтягиваются на графику. Даже по Grim Fandango не так давно я видел ролик, как игру создали на Unreal Engine 4. Да, я думаю, что это невероятно на уровне графика, очень красиво, но при этом сделать полноценный игру с такой графикой в формате Quest, мне кажется, что сегодня мало какая компания выделила бы на этот бюджет. А тут, пожалуйста. Слушай, а ты вот знаешь какие-нибудь пользовательские дополнения, которые в итоге выросли в полноценный и серьезный проект? По-моему, Black Mesa. Black Mesa, да. Да, это тоже был аддон. Выпустили Gearbox, о чем вы, ребята? Ну, это тоже было. Вначале этого модификация? Да. Да, ну, на самом деле, из недавних разработчиков, по-моему, Killing Floor. То есть скоро выходит сикл. Да, слушай, может быть. Да, ребята, сначала мы сделали модификацию, по-моему, для Half-Life 2. Это Counter-Strike. Ну, это само собой. Мы все знаем, да. Ну, Team Fortress, по сути. Team Fortress, да. Ну, главные игры... Пусть названия, которые, да, сначала вылетают из головы, сейчас думаешь, да полно такого. А самое главное, что, ну, понятно, что все больше и больше появляется новых игроков, а аудитория обновляется. И дети, которым там лет по 11-12, они начинают играть в Dota, они даже не представляют, что эта игра сделана на основе какого-то Warcraft 3, который играет в CD. Да, который был обычным модом, там, и так далее. Да. А сейчас это самостоятельная игра, и реально вот молодежь вообще не понимает, что это когда-то было. Ну, может быть, они про это что-то и слышали, но, тем не менее. Слушай, а я пытаюсь вспомнить модификации именно к каким-то квестам. То есть, были ли какие-то квесты на основе других там... Аааа, очень-то красиво. Слушай, я могу вспомнить, среди модификации целую кучу квестов, просто сделанных на движках от игр других жанров. Вот это я смотрю, что... На Reel, на Quake-движке, на Halfee, на Source, сколько угодно. Ну, это совсем как бы... Ну, это другая песня, да. Другая история совершенно. Вот, а так, чтобы что-то из известного, понятно, сделали какой-то известный квест на движке другой игры, нет, мне такой не попадалось. Ну, на самом деле, кстати, мы заговорили о Warcraft, и не так давно некая российская любительская студия начала переделывать Warcraft 3 на движке, по-моему, Crysis. Да, по-моему, да. Да, ладно. Ну, либо... Да, Engine, кажется. Серьезно, что ли? Ну, в общем, на крутой движке начала переделывать Warcraft, ты смотришь ролики, думаешь, как это классно там, видишь криншоты, думаешь, как это классно. И при этом ты понимаешь, что, ну, если посмотреть на статистику, мало какая команда доводит игрой до релиза, потому что, ну, понимаете, это любительский проект, никто его не платит. И объем работы титанический, при этом, как мы знаем, не один из, ну, мало какой изданий, согласится, что... Да, согласится, потом, да. Люди зарабатывали деньги, да. Это не будет коммерческий проект. Хотя, я вспоминаю, кстати, мы говорили, ну, мы говорим о любителях, Портал. Портал, слушай, у меня в голове оно вертится, я думаю, уже, наверное, поздно говорить, здорово, что вспомнил. Да, Портал изначально, в принципе, это... Я даже играл в оригинал, то есть, это были студенты американского университета, они сделали игру, которая называлась как-то Robocooler Drop. Ну, то есть, условно, это была девочка с сумасшедшей прической, и там уже была вот эта технология порталов. И потом вот молодцы Valve, кстати, Valve, мне кажется, вот в этом плане, наверное, ну, один из лучших. Вот они бы могли, кстати, вот если бы что-то сделать по вселенной игр, они бы пригласить этих ребят в студию и разработать, да. Они сейчас не делают, кстати, на Counter-Strike, Dota... Да, да, мало какие другие компании вот так поступают. Да, давайте, ну, ребят, вернемся, наверное, к более общей теме, потом вернемся опять к Grimm Fandango. Переиздание. Собственно, вот на этой неделе только вышли герои, вышел Фаренгейт. Кстати, Фаренгейт вышел нежданно-негаданно. Вот и вообще, как ожидали, что... Была шумиха, не оказалось. Была шумиха где-то когда, то ли перед Новым Годом, то ли вот в начале, в начале, сам не говоря. И все думали, что это будет связано с другими играми, не было понятно до конца, что речь от Фаренгейта. Вот ты думал, что это будет? Я думал, что это будет что-то с Beyond, который выйдет там на консоль. Еще новый проект. А, ты думал, что это будет все-таки Remastered Beyond? Я думал, что это был Remastered Beyond, да. А ты, Слав. Мастеред Beyond? А, для PS4. Да, PS4. Честно говоря, я как-то не особо фанат игр Дэвида Кейнджа, но... В какие ты играл? Я играл, ну... Фаренгейт играл? Фаренгейт играл? Фаренгейт и Heavy Rain. В Beyond у меня уже не хватило. Честно. Ну и почему тебе Фаренгейт не понравился? Нет. А я не сказал, что мне не понравился Фаренгейт. А он тебе понравился? Фаренгейт нормальный, за исключением уровней там на базе, как бы. На базе, когда ты ребенком? Стелсовый, да. А за шагу? Хэви Рейн, ну, да, мне понравился. Ну, просто по поводу того, типа, что там было или нет, была идея про то, что именно Фаренгейт, потому что давно, как бы, ну... Это сикл Фаренгейт? Не-не-не, именно, типа, переиздание, да. Но я думал, это будет все-таки ремейк какой-то. Ну, то есть адаптивный, а не ремастер. Это, кстати, я хотел на этом эфире поговорить про эту принципиальную огромную разницу. Да-да-да, давай твоем и не ремейк это делаем, потому что все говорят про это раз. Давай-давай-давай. Рассказывай. Мы об этом будем говорить. Давай-давай-давай. Вообще, огромная разница вот между ремейком и ремастером. Ремастер, он откуда пошел? Из индустрии звукозаписи. Угу. Есть такой процесс, мастеринг называется. Это финальные этапы подготовки, шлифовки, так сказать, музыки, перед тем, как она отправится или на завод, печататься на носителей, или в радиостанцию для собственного эфира. Мастеринг — это такие, ну, знаете, припудрить, вот так можно сказать. Да, отлично. То есть это финальные штрихи какие-то, почистить, как бы, частотный диапазон, убрать какие-то мелочи, скомпрессировать чутка, чтобы там погромче звучало. То есть это, ну, реально косметическая работа. И снимай ответы. Угу. Да, да. И, соответственно, ремастеринг в других индустриях — это примерно то же самое. Это актуализация изначального контента под современные реалии, под современные платформы, носители и там, ну, какие-то тренды, возможно. Ну, там, мобильная платформа, допустим, да, для Илла. Вот. А ремейк, ремейк — это совершенно другое. Ремейк — это… Где-то из этого, у которого… Да, это, это, можно сказать, создание с нуля вообще всего проекта, но с использованием оригинальных каких-то там ассетов, идей, сюжета, персонажей. Ну, то есть, да, по сути, вот… Ха-ха-ха. Не знаю, пример. Буду хотать, я и спрашивать, а в чем тогда разница, например, порта и ремастеринга. А порт — это прямой, как бы, порт вообще. Ну, то есть, это без каких-то изменений. Ремастер — это все-таки какое-то улучшение. То там, то здесь, в основном… Ну, смотри, когда портируют с одной стеной, ну, например, там, не знаю, с PS2 что-то портировалось на PC, разрешение все-таки всегда меняли. Так, по-хорошему-то. Добавляли выбор разрешения, графику где-то подкручивали, но говорили при этом про порт. Вот смотрите, например, с ремастерингом. Герои 3, а не будем говорить сейчас про iPad версию, вот они вышли на PC. Единственная разница выше разрешения. Это ремастер или это что? Это ремастер, да? Ну, это все-таки ремастер, потому что они там графику перерисовали, они перерисовали арт. Да, там же эти самые дневники разработчиков, где прям перерисовка все-таки дракончиков. Который, кстати, ну, фанатам мне очень понравился. Я тоже смотрел картинки. Это тема шутки, там люди такие кривые, косые, глазастые. Логичный вопрос, почему не ходите на GOG и не купить там, и все. Старую версию, которая запускается на современных формах. Да, кстати, вопрос резонный. Ну, на мой взгляд... Кстати, кстати, вот мы же собирали вопросы перед эфиром ребят на нашем сайте и в группе игромании ВКонтакте. И вот, кстати, в частности, один вопрос был, вот зачем вообще нужны ремастеринги, если можно запретить на Google Games, известный сайт, который как раз таки адаптирует старые игры под современные игровые платформы, под современную Windows, например. Обычная игра не запускается там на семерке, на восьмерке. Они делают так, чтобы она запускалась и продают ее за деньги. Зачем перевыпускать, если можно пойти туда и купить? Так вот, собственно, ответ на вопрос. Я понимаю, что нормальный ремастеринг – это ремастер. Версия – это все-таки адаптированная полностью версия. Ну, то есть, она не только запускается на современных системах, она еще, например, с точки зрения графики приведена к современным стандартам. Управление где-то тоже адаптировано. На самом деле, мне кажется, ключевое слово, которое ты использовал – это актуализация. То есть, вот даже если бы герои просто адаптировали под современные платформы, это уже, по сути, ремастер тоже. Потому что она у меня не работает на компьютере, чтобы она работала без проблем, без геморроя. Не выпустили – окей, там она стоит, ну сколько, 300-500 рублей, сейчас 800? Дороговато на самом деле. Ну, как бы и нормально, просто весит. Ты хочешь попробовать, почему нет? Да, при этом… Черт, потерял нитер. Ну, вы затронули… Вот я хотел пример привести такой, что ремастер и ремейк. Допустим, «Бегущий по лезвию бритвы» – Blu-ray издание коллекционное, с дополненными сценами и отретушированной картинкой – это, по сути, ремастер. А, допустим, вспомнить всё с Колином Фароом – это ремейк. Или, допустим, телекинез – это ремейк Кэрри. То есть, ну, такая разница. Слушай, вот, сори, что перебиваю, но вот мы используем слово «ремастер», а это, ну, тождественное понятие со словом «переиздание». Переиздание равно «ремастер». Ну, тут это уже русская терминология. Ну, тут уже, знаешь, мы по тонкой грани ходим, на самом деле. Вот смотри, я тебе точно совершенно скажу, что если брать аналогию с печатным делом, вот, то аналогия будет не совсем верна, потому что переиздание применительно к печатным версиям книг, например, применяется только тогда, когда вообще соблюдены практически все правила, которые были напечатаны вот того издания, которое ты переиздаёшь. Только обложка нового бумага, да? Да, вот то это уже не считается переизданием. То есть, ты должен скопировать обложку, шрифты те же самые остаются. Новое издание. А если нет, то это новое издание, да, там есть свои правила. Но тут вот печатная пресса, в принципе, стоит скорее не просто пресса вообще, печатная продукция, скорее исключение из всех остальных правил, потому что в других местах переизданиями называются и пересборки, там, с новым уровнем графики и так далее. Коллеги, я вот ещё хотел что сказать важное про ремастер именно. Задача вообще ремастера, ремастер издания и ремастеринга как процесса, это актуализация, но с максимальным сохранением изначального вида продукта, то есть его, так сказать, идеи, месседжа, его контента. Поэтому та же самая аналогия с музыкой, да? Ремастер в музыке, это, скажем так, расширение частотного диапазона, чтобы на новой технике... А если новая музыка наложенная, что читает, то уже ремикс? Да-да, это, они убрали шумы и прочее, но это очень важно, чтобы звучание, вот как, допустим, не знаю, какой-нибудь Кит Ричардс там в 68 году, вот какой комбик он использовал, вот с таким вот хрипотцой, да, в гитаре, вот чтобы это сохранилось. И это очень важно. Если это перенести, допустим, на мир игр и конкретно на Grim Fandango, то это можно сравнить с перерисовкой, допустим, задников. То есть почему, вот там некоторые фанаты спрашивают, почему не перерисовали, не расширили задники, не дорисовали их, да? Допустим, под 16 на 9, он там 4 на 3, там со стилизованными гранями. Потому что это тогда будет изменение изначального произведения. Потому что, особенно в Grim Fandango со статической камерой, каждый кадр выверялся с точностью до миллиметра. Это, по сути, они как камеру поставили. Там же киношные постановки камеры. Сториборды, скетчборды, расхадровки, художники работали над тем, чтобы выстроить идеальный кадр. А если ты потом к этому нарисуешь, там, не знаю, каких-то... Чуть-чуть вырастянул, картичку дорисовал, там, пустоток не ставил. Да, каких-то коробок туда кинешь, короче, и все такое, тогда все, это будет, ну, это уже другая сцена и не факт, что она лучше. Ты же, ну, насколько я понимаю, они все-таки почищали текстуры, просто делали контуры более сезаренные. Это на персонажах, я именно вот про фон. Да, про персонажи, они смоделировали их заново. Они даже прям смоделировали заново, модели новые. Да, они там, ну, чуть-чуть по... Там стилизация под угловые такие, эти, пошли, но они не делали их там. А круглыми, какими-то, какими-то, Gers of War такие все, скачаны, скелеты. Да, да. Они перерисовали заново все текстуры, соответственно, вот, ну и как освещение. Они там теперь Мэнни от своего подбородка отбрасывают тень себе на пиджак, вот такие вот всякие вещи. Да, от сигарет там есть свет такой. Слушай, а по поводу комментариев разработчиков, вот, они есть на протяжении всей игры? Нет, то есть там, ну, то есть, игру ты можешь проходить, ну, не знаю, 30 часов. Это не значит, что разработчики будут 30 часов комментариев записывать. Там всего где-то около 3 часов комментариев. Они примерно на каждой сцене, да, да, да. То есть, тебе загорается кнопочка нажми, и здесь же прослушать комментарии. Ты прятаешь, ну, клацаешь на кнопочку, и там, значит, разработчики вспоминают, как они там или рисовали этот уровень, или там про загадку какую-то. Ну, то есть, как было в Хохловых 2, там, в Orange Box, это было очень удобно, там были мерцающие знаки вопросов. То есть, ты мог включить, мог остановить. То есть, это интерактивно все. Здорово. Вот, у нас, собственно говоря, еще один вопрос. Давай. Вот, достаточно правильный и интересный. А, Леш, извините, я сразу перебью просто второй вопрос. Давайте, да, мы зайдем второй вопрос нашего розыгрыша. Да, и потом уже. Напоминаем, Friday, собака, игромания, ру, это тот ящик, на который надо присылать ответ. Да, тем временем наш технический специалист Василий, да, он зафиксировал, наверное, победителя первого вопроса, но мы его назовем уже в конце. Погнали. Да, он обновляется. Второй вопрос. На PC-версию Grifonaga Remaster. Когда Мэнни Калавера встречает в игре представителей расы морских пчел, которые работают в доках Рубакавы, на фоне этой встречи играет одна очень известная мелодия. Эта мелодия является своеобразным гимном социалистического движения во всем мире. Это, ну, собственно, в реальной истории. Соответственно, что вам нужно сделать, это назвать, ну, написать название этой известной мелодии. Я даже помню, у меня в голове всплыл этот кадр, я помню эту мелодию, да. Еще раз, повтори, пожалуйста, сцену конкретную. То есть, Мэнни Калавера. Сцена, когда Мэнни Калавера встречает представителей расы морских пчел в доках Рубакавы. То есть, это год-два, которая играла в этот момент. Да. Вы можете сейчас просто, не знаю, вбить там, не знаю, Grim Fandango. Волкфру, да. Рубакава и послушать. Второй год как раз. Послушать мелодию просто. Если вы знаете... Она очень известная, ребята. Ну да, то есть это... На самом деле, можно даже и так догадаться, но тогда есть несколько вариантов. А так... Вы можете, кстати, как на русском, так и на языке оригинала, допустим. Да. Назвать. Тоже небольшая подсказочка, кстати. Так, и, собственно говоря, переходим к вопросам, которые нам задавали еще перед эфиром. Мы их собирали, да. Дорогая редакция, как вы считаете в целом, такой бум переизданий положительно влияет на индустрию и дает разработчикам немного времени, чтобы передохнуть и набраться новых идей? Или же отрицательно и просто приведет к тому, что через год-два мы будем играть только в обновленные версии старых игр? Ну, логичный вопрос. На самом деле, мы перед эфиром с Лешей говорили, я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, Леша, ты помнишь, чтобы хоть какой-то известный геймдизайнер высказывался о том, что переиздание – это плохо? И мы оба пришли к выводу, что мы просто не помним. Может быть, кто-то и говорил, но таких прям громких заявлений, по-моему, не было. Потому что, ну, сейчас мое мнение, потом мы услышим ваше. На мой взгляд, это все-таки здоровый абсолютно процесс. Вот вышла, там, Греф Фанданго столько лет назад, многие бы и не запустили ее сегодня, потому что она тупо не работает. А так, людям она доступна. Более того, там есть фатальный баг, из-за которого на современных компьютерах ее невозможно пройти. Там лифт двигался очень быстро из-за того, что процессоры стали очень быстро. И нельзя было пройти, она могла замедлять процессор. Кстати, такое есть, на самом деле, во многих играх. А вообще, если говорить о багах, насколько я понимаю, в начале игры есть уровень с некой буханкой, и вы не стали убирать из игры, чтобы сохранить максимально аутентично. Мне кажется, это забавно. Да, это, допустим, в переиздании Legend of Zelda для 3DS, там что же сохранили оригинальные баги. То есть, чтобы было настолько true, насколько это вообще возможно. Это правда. Игра отличная. А по поводу отношений, мое отношение однозначное. Да, это круто и хорошо, поскольку это приобщает современную аудиторию к шедеврам прошлого. Но я категорически против, чтобы именитые, хорошие разработчики, которые умеют делать классные игры, были сосредоточены только на этом. При этом для того, чтобы выставить хороший ремастер, в общем, привлечение прямо вот совсем мэтров и профессионалов, которые умеют делать хорошие игры, которые до этого над ними работали, ну, не так, чтобы зверски обязательность. Это должно быть, но, в принципе, это то, что можно отдавать иногда на откуп и сторонним студиям разработчика. И просто контролировать и гранат анализировать процесс. В таком формате... Важное замечание, да, потому что посмотрим на недавнее переиздание, это Halo Master Chief Collection, где, в принципе, есть все части Halo с новой графикой. Вы можете понажать кнопки включить новое издание, понажать кнопкой и вернуть старое. Это, кстати, очень клево, как выглядела сцена и как она выглядит сейчас. Собственно, его помогало делать питерская студия Saber Interactive и ряд других аутсорсеров. И сами создатели серии... Блин, я забыл название создателей Halo, между прочим. Банжи. 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 Банжи-астрелки начали разработать новые IP. А 343... Банжи. 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 Банжи, да, они занимаются продолжением сериала. И то же самое, если взять, например, Resident Evil, то создатели сериала придумают новые форматы, пытаются, как-то переизобрести игру, а ремейком занимаются совсем другие люди. И это правильно. И это крушил. Банжи-зык, да, они должны делать что-то новое. То есть Кодзима, на самом деле, это исключение, потому что он все-таки был привлечен ко всем перезиданиям, так или иначе, Ну, понятно, не к технической части, он сам не сидел и пересовывал Идейный вдохновитель Да, идейный вдохновитель, он присматривает, да, за своей вселенной, но вот сам в это время придумывает новый концепт, МГС-5, а человек не сидит и пересовывает Это нормально Нет, у меня вообще периодически есть ощущение, что это робот какой-то, который не спит никогда и успевает там за час сделать столько, сколько и неделю делал А самое важное, сейчас будет минутка метра структуральности Чуваку 50 лет, мужики, он выглядит, как мой ровесник Даже молодой Это не он так молодо выглядит, а ты, Гек, уже такой старый Я, кстати, не знаю, сам ли Кодзима ведет два твиттера на японском и на английском Ну, учитывая, что... Я английский знаю, я просто... Даже у Медведева есть два твиттера То есть ты вообще... И ты сюда политику приплел Да, собственно, если говорить о Кодзиме, то, знаешь, у меня есть подозрение, что он сам ведет, потому что на английском у меня встречаются ошибки С другой стороны, на ивентах он никогда сам не ведет Ну, то есть он говорит, ну, какие-то, знаешь, наученные фразы, так что ты его знаешь Я думаю, у меня специальные, знаешь, винионы сидят, которые пишут на английском, но поскольку знают, что он не очень хорошо знает на английском, они специально ошибочки туда вставляют Слушай, у меня третий вариант, у него просто не очень грантые переводчики Мне кажется, что сам, потому что не знаю, тот же, господи, Синзимиками, который, так сказать, банкхаммеру с им работал, он периодически отвечает то на японском, то на английском Или Катсухиро Харадо, собственно, создатель Текен Знаешь, они все в той или иной степени знают английский, но вот из японцев, на мой взгляд, лучше все говорят Шухей Шухей, Шу, вот опять же, вот как с Шайфером, Шайфером, Шайфером и Шуфером В общем, нет, тут разные системы транскрибирования Японского, там есть две Ну, короче, Шухей, написание это Шухей, а так себе он называется Шу, поэтому тоже, мне кажется, мы немного отвлеклись от этого Наше корректоры, все время когда мы перевод не пропишем, начинается такое, что... Так, ну что? Следующий вопрос перейдем? Да А, ты уже сайте тебя перебил Ага, ага, ага Дальше вопрос, который нам задали раз, наверное, 30 или 40 на разных площадках, он, вот сейчас, Леня Букреев, я вот сюда его вопрос скопировал к себе в общий список Переиздание какой игры вы считаете самым лучшим? Во-первых, переиздание, в котором была реализована фишка, чтобы ты по дому нажатия мог перечить картинку, то есть я помню, у меня тогда был iPhone 3GS какой-то, 3G тогда еще, 2009 год что ли, вот я купил этот Monkey Island, я такой нажимаю кнопку, старая графика, новая, я сидел, просто час, наверное, просто нажимал и смотрел каждую локацию, и вот вторая игра, которая произвела на нее похожий эффект, это, ну, Halo, наверное, первая, потому что, ну, люблю эту игру, первая она запомнилась, и было клево посмотреть, как она выглядит в новой графике, они там основательно ее переделали. Ну да, я и тоже играл, действительно. А для меня самое важное переиздание, тут спрашивают про лучшее, но я не могу выбрать лучшее, поскольку много очень хороших переизданий, выбирать какое-то одно просто по качеству, самому технически проделанную работу, странно. А вот с точки зрения эффекта, вот по глубине ощущений, которые, когда я проникся, прям, что игра вышла, я был безумный этому рад, это пара игр, Айка и Shadow of the Colossus. Забыл. Это было просто вот настолько заживое взяло, что я сидел, я переиграл, я пока не прошел Shadow of the Colossus, полностью переизданный, я не остановился. От начала, я сел утром, и вечером я встал, просто вот такой вот, но я его перепрошел и получил массу удовольствия, не ел, не пил реально, не вставал обедать даже. Ну и дрослый ответ назад, да, Айка и Shadow of the Colossus. Ну, как бы, ну, помимо, собственно, Глифанага, реально, который я очень ждал, то есть это просто мана небесная. Где мой Банхаммер? Да, есть Resident Evil ремейк, который 2002 года на Gamecube. Нет, Resident Evil, а не Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear, ну, он такой спорный, на самом деле, ну, хороший. Соответственно, вот Resident Evil 2002 года для Gamecube. И это, мне просто очень нравится эта серия, Джек и Декстер, первые три части. Переиздание на Vita или на PS3? На PS3, ну, собственно, ну, на Vita я пытался проходить там ужасную ходу. А, ну, я вот на PS3, то есть это была моя первая игра для PS2, я ее прошел на 100%, помню наизусть, как, собственно, Игра Фанданга. Вот, я с таким же энтузиазмом перепрошел первый Джек и Декстер, и второй, очень крутая рыбалка. Я просто ценитель мини-игр с рыбалкой, там офигительная рыбалка и очень хардкорная. Слава мне навел на довольно опытную мысль, если говорить о ремейках, то в какой-то степени в свое время Nintendo задала некий, ну, ориентир. То есть на Gamecube выходили крутые ремейки, то есть MGS, по-моему, был эксклюзивным для Gamecube какое-то время. Опять же, Resident Evil, то есть они сыграли по-крупному. А если же говорить о поколении предыдущем, то в какой-то степени организовал движуху, ну, извините за жаргонное слово, Sony. Потому что, смотрите, Айка и Shadow of Colossus, Слай Купер, Джек и Декстер, God of War, что еще у них было? Ну, слушай, смотри, на тройке выходили, как минимум, коллекции God of War, первый, второй, на третьей плойке точно совершенно. В общем, вот, да, они как-то начали движение, и потом мы получили бьерда, God of Evil, там, Doom, Prince of Ericsson, да, то есть Disminster of Cell. Тоже коллекции, кстати, выходил у Prince of Ericsson, там три принца были в коллекции. Пошел настоящий тренд, по сути. Metal Gear, да, опять же, вышел. То есть, и любопытно, вот в этом поколении началось все с... По-моему, Microsoft опередила Sony с ремейком, не с ремейком, извините, с портом, переизданием. Потому что вот вышла Last of Us, ремастерингом. Вот, кстати, да. Окей, Last of Us, ремастеринг, да, однозначно. Ну, да, Last of Us, это ремастер и Halo, это ремастер. Так что вышло раньше, никто не помнит. Halo, ты про кого? Про мастерчик, коллекция? Там вообще, там, там, первая часть ремейк, вторая ремастеринг, третий порт, четвертый порт. Вот, да, потому что там вся коллекция состоит из... А если ты говоришь про время, то... Нет, по-моему, Last of Us раньше вышло, нет, тогда... Чем, главное, чем, чем, конечно. Главное, она ушла, нет, тогда Nintendo, потом Sony, а теперь как-то... Это двоих зрителей сразу начали вот это движение. На этом можно заработать. Потому что, по сути, смотрите, тут просто... Это все стало популярным, потому что рывок от SD-картинки к HD-картинке, он как бы сделал старые игры очень устаревшими резко, из-за четкости картинки. А сейчас проблема, и, точнее, импульс в создании ремастер и переизданий, он немного другой. Он, по-моему, заключается в том, что индустрия очень активно развивается и очень быстро взрослеет. Соответственно, сейчас, ну, индустрия за последние, там, 5, ну, или, наверное, даже 10 лет, она очень сильно выросла. Очень много новых людей, которые не знают вообще о наследии игровом. Соответственно, сейчас, как и в случае с Grim Fandango, основная цель – это приобщить новое поколение игроков, соответственно, к классике. Я согласен, это правильный очень посыл, и он действительно есть в очень многих разработчиков. Поэтому, мне кажется, герои ремастер – это хорошая идея. А вот Фаренгейт, я не уверен, насколько это хорошая идея сейчас. Просто, мне кажется, это нормальная идея, потому что, знаете, ряд людей, я знакомился с творчеством студии Quantic Dream только на этапе Beyond, который не очень, на самом деле, хороший. А кто-то познакомился с Heavy Rain, да, понятно, и они захотели чего-то еще, а такого, ну, в принципе, мало. Так вот, если бы Фаренгейт, ну, не то чтобы сделали ремейк с новой графикой, но если бы они сдавали чуть больше всего, то есть хотя бы комментарий того, что это изменилось. Насколько я понимаю, они просто сделали адаптивное управление на iOS и просто подтянули, вроде как, разрешение на ПК, но хотя оно не так было нормально в целом. Но и там довольно высокое. Так что, на мой взгляд, несмотря на то, что я очень люблю Quantic Dream и Data Cage, это халтура. Ну, окей, да, хорошо. Сначала на Beyond его зачморили, теперь еще и стереть. Мы, кстати, с Лешей, мы с Лешей сошлись на том, что это хорошая игра, но… Ну, просто от Cage ждешь больше. Вот это вот единственное, что бы выпустила бы другая студия, о которой не было столько ожиданий. Вообще, совершенно другие оценки у многих бы очень были. Господа, вы вот не ждете ремастер издания Homeworld, которое анонсировали недавно? О-о-о, для меня Homeworld на самом деле… Мне оригинал не нравится. Мне оригинал очень нравится, но я не уверен, что я готов тратить столько. Для меня стратегия сейчас настолько запретный для меня жанр, потому что… Ты увлекаешься настолько, что… Да, да, да. Больше тратить мне месяц, ну, не месяц, хорошо, две недели просто жизни на это дело положить. Я не знаю, поэтому онлайновый мой RPG вообще не трогаю их, не трогаю стратегии. Да, 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 зато пилят в шутеры вроде колду. Да, да, и обычные, даже сингловые стратегии тоже. Даже не пробует Destiny, потому что… В общем, Destiny не пробовал. Ребят, скажи вам так, про Homeworld, ребята на самом деле полные не патриоты, потому что Relic сделали, как мы знаем, Company of Heroes, которая была просто напрочь… Пронизаны духом, да. Ну, интересно, ну, это шутка, конечно. Ну, тоже словно, окнапрякся накупили. Ремастеры делают гирбокс, на самом деле, собственно, студия Рэнди Питчер. Ну, на самом деле, про студию… Нет, потому что им принадлежат права сейчас. Они выкупировали? Да. Чем это называется вообще Рэнди Питчер? Сейчас делает Borderlands Online. Borderlands Online. Борт какой-то, то есть… Кстати, я с ним виделся на Gamescom, и, да, я к нему хотел подойти и сказать, Рэнди, я люблю твои игры, а потом ты понял… А какие игры я люблю, да? Такой, да. Потому что, ну, как всегда, ты встречаешь какую-то знаменитость, такой, хочешь сказать, типа, да, чувак, давно сожжет, я думаю, так, порты для первых Half-Life, ну, так, там, Borderlands, ну… Ну, подошел и сказал, куда ты скатился, Рэнди, что? Нет, знаете, кто не знает, Рэнди Питчверт, он вообще начинал свою карьеру как фокусник. То есть я хотел сказать, чувак… А он продолжает заниматься фокусами. Ну, Рэнди веселый, чувак, на самом деле. Рэнди веселый, чувак, на самом деле, очень обаятельный. И, на самом деле, хотел затронуть другую тему. Ты очень правильно подметил о том, то, что ремастеры последнего времени, да, там, Last of Us, GT, они нацелены на новую аудиторию. Как вы знаете, сам Шую Ешида, который президент Worldwide Sony, он говорил о том, что они не понимают, почему PS4 продается так хорошо, и, в принципе, Microsoft тоже признает, что среди покупателей Xbox One много людей, которые, в принципе, до этого не имели Xbox 360, например. Или вообще консоли. Или вообще консоли, да, это новая аудитория, а никто не знает, почему вдруг она решила купить себе консоль. Мне кажется, на самом деле, это все-таки часть аудитории, которая приобщилась к играм на мобильных платформах, а потом решила, что хочет чего-то еще более хардформного. Возреваю, что это так и есть. И, в общем, да, есть большая аудитория, и очень правильно, что она приобщается к играм сразу с лучшего. То есть, Last of Us, GTA, Hell, это все классика жанра, это здорово. Кстати, ты заговорил про мобильные платформы, про телефончики и про планшетики. Там же огромное количество переизданий, вот, больших, серьезных игр. Сейчас все говорят, вот, вот, ваши эти самые айпадики и андроиды, это несерьезные игровые платформы, все игрушечки типа запусти свинью, ля-ля-ля, запусти птичку, убей свинью, на самом деле там вышло огромное количество серьезнейших игр, ну, то есть, если начать перечитать, это десятки, это сотни названий сейчас уже. Атария там коллекции перевыпускала, GTA-шки, вот, уже включая Vice City выходили. Longest Journey была. Да, Longest Journey там была, там Max Payne 1 уже вышел, причем очень неплохой порт, ну, порт, как переиздание, чего там только не было. Я не смог у него играть, самая правильная была очень кривая. Кстати, а... Слушай, вот, чем тебе управление кривой показалось? Ну, блин, сложно. Да? Сложно играть, правда. Окей, ладно. Я упрошу, в общем. Я даже обзор на него писал в своем. Так, ребят, между прочим, вот, я сказал о том, что Max Payne, на мой взгляд, плохой порт, а вы напишите-ка в комментариях в Твиче, какие порты вам кажутся самыми кривыми. Да вот, встань. Пожалуйста, не пишите, что это Grim Fandango, а то Слава сейчас расстроится и... Да, ну, это не порт, если уж мы... Ну, сори про порт, окей, переиздание. Не знаю, если бы я сейчас сидел по ту сторону экрана, я бы... Я знаю, что я написал. Metal Gear Solid 2 для PC. Дети нужно было быть многим акробатом, чтобы делать... Это невозможно было, реально вообще невозможно. Ну, я прошел на клавиатуре. Я плюнул, по-моему, час, наверное, я, конечно, поиграл. Но это просто невозможно. Это когда еще у меня не было PS2, это, ну, год, примерно, 2000. Слушай, тебе памятник за это надо поставить. Второй, наверное, второй, третий. Пролетел целиком вот с этим управлением, это, по-моему, ад тихий. Вот так. У тебя какое, на той же лице, самое херовое, плохое переиздание, ремейк? Ты знаешь, не вспомни сейчас ничего-то зверски плохого. Все вот эти с PS2, на самом деле, были ужасные. Анимуши, асайлент. Ой, идиот. На самом деле, знаете, что я вспомнил? Resident Evil 4 для ПК. Первое издание. Первое издание. Ultimate HD, он получше, на самом деле. Да, да, да. Я, на самом деле, помню, как мы с товарищем в свое время побежали в магазин за лицензией, потому что ее было сложно достать. Мы купили в ларике какую-то пиратку. На тот момент многие этим занимались, я в том числе, к сожалению. Но мы их покупали, по крайней мере, да, не качали. Так вот, проблема в том, не проблема, а нюанс был в том, что патч, который менял графику, был только для лицензии. Мы его выкачивали очень долго, он сделал ее более-менее приемлемой, но даже с патчем она выглядела не очень здорово. То есть даже на GameCube нам ввел уже. И управление даже было аддомом. Не было поддержки мышки. Ну как так? Как целиться в этом уровне? Георг, извини, что перебиваю. Мне кажется, давайте третий вопрос уже. Времени уже довольно много. Давайте третий вопрос назначим. У нас вышелось два раунда. То есть двух победителей мы уже отобрали и объявим их в конце эфира. А сейчас разыграем версию для какой платформы? Для PlayStation 4 и, соответственно, для PS Vita. Да, там CrossBuy. Это правильно. Вы активируете один код, у вас сразу две версии игры. И на PS Vita есть альтернативное управление Touch. Я, кстати, проиграл, мне понравилось. Ну, то есть я запустил, потыкал. Touch управление мне хотелось очень удобно. И к слову... Ну, там можно и так со стиками. Да, можно и так, тоже удобно. Но еще нюанс. На PS Vita, мне кажется, ну потому что экран меньше, и он такой, на самом деле, насыщенный, там, цвета. Задники выглядят лучше, чем на большом экране. Ну, невозможно. Вот сейчас один человек, как минимум, сможет, наверное, проверить. Третий вопрос. Вопрос для розыгрыша Grim Fandango Remastered для PlayStation 4. Вопрос следующий. В описании игры Grim Fandango Remastered, допустим, в Steam. Берите Steam. Хоть на русском, хоть на английском языке. В описании игры в Steam можно найти несколько отсылок к названиям известных художественных произведений. В описании игры зайдите сейчас в Steam, как там, store.steampower.com, найдите там Grim Fandango Remastered. И там такой Роскомнадзор заблокировал. Да. Надеюсь, такого сейчас мы... Тоже надеюсь. Вот. Найдите описание, и там есть несколько отсылок к названиям известных художественных произведений. Назовите две такие отсылки из этого описания. Они там точно есть. Что? Давай еще раз. Даже я запутался, что нужно. В описании к Steam есть упоминание, в описании Grim Fandango есть отсылки к нескольким произведениям художественным. Художественным, известным, классическим. Нужно назвать две. Да. Ну, я могу сделать, облегчить, наверное, задание, искать из каких они, так сказать, культур. Давай. Одно это название фильма, второе это название книги. Вот, ребята, вы поняли. Найдите в описании игры в Steam, например. Видимо, там, когда описывается стилистика игры, насколько я себе представляю. Там есть... Да, все будет. Все. Я этого не знаю, кстати. Я просто так, как участник конкурса догадываюсь. Присылайте свои ответы на ящик friday-игромани.ru. А пока давайте я зачитаю пару ответов от наших читателей на Твиче. На Твиче давай. Да. Мы спросили у них, какие, по их мнению, самые плохие переиздания, либо ремастеры, либо ремейки. И вот, собственно, вы получили ответы. Порт Bioshock и самый кривой на вес. Кстати, правда. Тут пишут, что ПК порт Deadly Premonition. И я скажу больше. Ребят, я играл у нее на PS3 и на Xbox 360, она везде такая. Она везде тормозит. Игра сама по всему довольно-то ворная. Не, ну там для PS3 еще хуже, чем для Xbox 360, на самом деле. Да? Она адски тормозит, при этом там графика. Ну, ребят, уровень PS2, при том начало. При этом игра сама любопытная, скажем так. Там есть что-нибудь интересное. Нет, там есть несколько идей. Она, знаешь, не станет смешная, на самом деле. Потому что он все время разговаривается с кем-то невидимым, он все время курит. Ну, то есть это отдельная тема. Самый кривой, мать его порт, это Dark Souls 1, Resident Evil 4. Resident Evil 4, Resident Evil 4, Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, Bioshock. Герои 3. Где-то 5 человек написал, что Герои 3. Так, самый кривой порт, это порт Tetris. Был порт Tetris, в каком году? Может быть по форме кривой. Можем выбрать шутку. Элейн Варвар очень плохая на ПК. Вот, кстати, кто-нибудь сюда смотрел на ПК? Видимо, она тормозила очень, как и та 4 все время. Я пытаюсь вспомнить, я ее запускал на ПК, но... На ПС-3 все отлично. Ну, да. На ПС-3, да, хорошо. Я начал играть на ПК, потому что мне неинтересно ее перепроходить еще и на PC, поэтому забросил. Но глюк каких-то особых не запомнил. Ну, да, не столь важно. Ну, что? Рави Дукс. Да ладно. А что не так? Я тоже не знаю. Кстати, я бы поиграл в кривиздание, но... Ну, оно, конечно, не поражает воображение, это просто подтянутая графика. Ну, кривиздание, кривиздание, ничего. Никаких особой кривизны, я там тоже, кстати, не заметил, тоже у него играл, все нормально. А где жир, где ад из эпохи PlayStation 2, который мы вспоминали? Где действительно было просто ужасное партнер. Ну, видимо, аудитория помнит только последние какие-то партнеры. Свежие раны, видишь, которые последние играли? Потому что старенькие тогда, чтобы забываются, а вот всякое новье, которое ужасное. Я вспомнил, кстати, мне только что напомнили, человек написал, что DMC на ПК, то есть Devil May Cry последний, Devil May Cry 3 на ПК. Ну, то есть если у тебя нет геймпада, это было просто, ааа, там была опер-эграйф уродливая, то есть не было никакой работы произвела, вообще никакой. К слову, кстати, да, Capcom в свое время она подключила, то есть вышла Devil May Cry, вышла Resident Evil, и вообще по свое время Capcom довольно часто и своевременно переносит свои игры на ПК. Мне кажется, это здорово. Ну да, они стараются. А, кстати, какое-то переиздание House of the Dead на ПК было тоже жутким. Живейшее. Да, вообще жесть просто. Ну, я прошел в те времена, когда... Да, я тоже их проходил. Заболевали, молодые, голодные, да. Все, что играли. Да, все, что играли. Срубивали мышку просто в хладко. Так, ну что ж, переключимся опять по-другому. Так, да, я вот хочу найти эти вопросы, которые совсем не пересекаются. Вот, кстати, Егор Лис нас спрашивает. Игры на стыке поколений консолей. Полноценные переиздания для поклонников и желание срубить бабла и продать новые консоли. Ну, собственно, речь о The Last of Us и так далее, и так далее. Ну, мы это, как бы, да, в общем и целом обсудили. Да, это, с одной стороны, желание срубить бабла, безусловно, отчасти. Потому что на новых консолях игр поначалу действительно не хватает. Логично, что компании об этом задумались и решили, ну, собственно, чтобы увеличить пол игр на новых консолях, это сделать. Ну, а все остальное мы уже обсудили. Ну, знаете, это ты, с точки зрения именно хардкорных игроков, которые очень любят всё. А для новых, опять же, это отличный шанс. Они купили впервые, там, PlayStation 4. Да, не было у них этого PlayStation. Не могли они поиграть в The Last of Us? Они такие, о, что это правда. Это же улучшенный график. Особенно, если игра выходит в период, когда, в принципе, не очень много релизов. И ещё, знаете, что я скажу, потому что, ну, мы все люди творческие, да, там, все пишем, где-то снимаем, сидел в ролике. Так вот, как творческие люди, мы, наверное, понимаем разработчиков, потому что, ну, всё время есть такое ощущение, что, например, статью ты написал классную, там, сделал какой-то ролик, что-то сделал, в общем. И не то количество людей его посмотрело, оценило, на которое ты рассчитывал. Слушай, отличная идея. Ремастеринги игромани, переписанные, дошлифованные статьи. Ребят, со вторника в продаже. Маленькая секундочка реклама. Свежий номер с итогами года. Если что, итоги не те, которые на сайте. Абсолютно новые, самостоятельные, с другой аналитикой. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот много всего вот этого. 60 страниц. Сейчас одна даже страница итогов с кучей всего. Весь прошлый год от и до разума. Номер классный, между прочим, там очень много конкурсов. И, как обычно, точнее не как обычно, в прошлом номере мы прикладывали календарь со скидками на игры. И в этом номере он тоже есть, между прочим. Кстати, а чего же мы это самое? Сейчас мы прямо покажем, если у нас тут сигналы. Я, кстати, помню, я уже читал. В детстве игромани, всегда была традиция, в новогодний номер очень много конкурсов. Очень много, это правда. А это уже, знаешь, после новогодней. В Сигнале нет наклеек, да, это пока еще сигнал. Ты, главное, покажи ядерный постер. Ядерный постер! Смотрите, какой постер. Слав тоже оценит. Ну и волна. Ну и волна такое, да. Что, как? Да, неплохо. Ребят, что важно, в этом номере у нас сколько? 30-ти процентная скидка на покупку Hardline. Battlefield Hardline в магазине G2A и в нашей группе, на сайте мы наклейку уже выложили. Ключ универсальный, пользуйтесь. Еще примерно чуть меньше месяца этот ключ будет работать, поэтому это реальный способ сэкономить. То есть игра будет стоить в Origin, по-моему, что-то в районе 2-5 тысяч рублей. Здесь вы сможете ее получить там за 1700, что ли. То есть реально сейчас шанс... К слову, мы перешли на самом деле к хорошей теме, ребят. Она довольно щепетильная, но цены, собственно, какой должна быть цена на переиздание? Если там есть какой-то небольшой оригинальный контент, скажем, там появились DLC, которые выходили до этого, и, допустим, там появились какие-то комментарии разработчиков. То есть цена должна быть как на оригинальный продукт, или она должна быть чуть ниже по умолчанию? Что вы думаете? Это мнение многих, про герои, там сразу игра старая, бесплатная, патч... 799. На iOS она стоит 599, а для ПК стоит 800 рублей. То есть да, мы понимаем, что многие хотят, чтобы это все выходило в бесплатных патчах, но мы понимаем, что в то же время это работа дополнительная, разработчики занимаются этим, перерисовывают графику, то есть это все рабочее время. Но вот только да или нет, она должна быть дороже, чем оригинальная игра, либо все-таки дешевле, либо надо каждый раз ориентироваться на реалии. Сомнения дешевле она должна быть. Дешевле, да? Да. Это выходит чуть более 800 рублей. Да ладно. Даже новый курс уже даже подскочил, по-моему. Окей, давай не сегодня. Это больше 1000 рублей где-то. Окей, ну в общем, когда еще тогда это было, где-то да, рублей 800 примерно, 800-850. Но все прекрасно понимают, что на российском рынке нельзя выпускать переиздание ценой 800 рублей. Поэтому мы посмотрели, подумали и решили оставить цену минимальную на грим фанданго в русском стиме. Более того, в русском стиме это самая дешевая версия во всем мире. 349 рублей. По сути это 5 долларов. На самом деле, мне кажется, цена очень даже такая приличная. В смысле, хорошая, привлекательная. Ну, молодцы. Ну да. Просто мы так поговорили и прочее. Я сказал, что да, действительно, есть фанаты грим фантанга в России, но очень много людей не знают о ней. Поэтому, ну, поскольку, ну, все-таки это не новая игра, да, то больше людей приобщиться к классике и по каким-то, не знаю, небольшим, возможно, финансовым. И станут люди фанатами компании, да, и будут, и можно посмотреть. Но игра сама вся классная. Ну, то есть, это минимум. Даша, а ты что, да? Надеемся, что всем понравится. В целом беседе я смотрю внимательно за подведением итогов наших конкурсов. Пока еще нет? Нет, вот третьего пока еще мне ребята не представили. У нас тут есть волшебные гномы, которые проверяют постоянно почту и следят за моментом, когда, может быть, там... Да, это соус-парки. А я периодически углубляюсь в скайп и переписываюсь с этими волшебными гномами, чтобы знать, что появился победитель или не появился победитель. Слушай, ну, минутка самой рекламы. На самом деле, вот эти волшебные гномы, их зовут Василий Копейкин, да, и Артоваз Муродян, они зачастую появляются в наших трансляциях, когда мы там... Артоваз мы могли увидеть буквально в прошлом выпуске передачи Агромания уже нет. Да, собственно, если вы не хотите пропустить их замечательные, красивые и очень женственные лица в эфире, то подписывайтесь на наш канал. Слопокими бородами. Да, и голоса. И голоса тоже, да, тут будет много всего интересного, не забывайте. Так вот, ребят, может, ответим еще на один вопрос читателей? Да, запросто. Есть у нас что-нибудь интересное? Те-то есть. Пу-па-па-пу-пум-пум-пум. Так, ну, блин, они сейчас начинают... О, просто вопрос конкретный очень. Виталий Тимофеев. Comic Zone. Как вам эта великая игра и возможно ли её переиздание? Ребят, я просто хочу сказать, у меня вот это говорит вопрос, его сразу скопировал. Дело в том, что человек, наверное, просто не в курсе, но может быть, чуть про другое спрашивает, но тем не менее. Comic Зон реально великая игра. Она вышла на Sega Mega Drive 2, я уж не помню, как это было. Одна из лучших игр. Да, она безумно красивая. И дело в том, что она выходила, по-моему, в 2007 году. Она есть в Steam. Ребята, если вы в неё не играли, купите и поиграйте. Она есть даже на консолях, на Xbox 360. Да, да, да. На Bysteril, кстати, не помню. На 360-ом точно есть. По-моему, она называлась Super Mega Drive Collection называется эта штука. Там не только Comic Zone, а ещё несколько игр. И если вдруг вы не знали про это, то прямой дорогой на лодке можно покупать и играть. Ну, сложная она, конечно, была. Угу. Ну, блин, там сюжет потрясающий совершенно, отрисовка фантастическая. Я когда первый раз увидел, он через год, по-моему, после её выхода, у меня просто челюсть упала на стол. Блин, неужели такую красоту можно было нарисовать? Да, можно. Безумно красивая игра. Слушайте, а мы вот сегодня говорим о ремастерах, о пересданиях, и я вспомнил, что на самом деле в каких-то случаях это, по сути, шанс спасти игру. То есть вспомните второго Ведьмака. Игра хорошая, но при этом на БК у многих она действительно очень страшно тормозила. И я, например, понял, что я не готов это играть. То есть первого Ведьмака я прошёл только в Enhanced Edition. Угу. До этого я не мог. Ну, вообще, правда, очень страшно тормозил. Ну, по крайней мере, на моём компьютере. И для меня это был шанс, наконец-то, нормально пройти игру. То же самое было со вторым Ведьмаком. Так что, ну, и с Крайсом, кстати, так было для многих, потому что, помните, это был 2007 год. Да. Она требовала компьютера за две тысячи долларов, страшно тормозила, хотя при этом была довольно Даже на этом компьютере страшно тормозила, обычно за две тысячи долларов. Да, 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 это абсолютная правда. И через какое-то время, по-моему, в году 2012 вышел порт для консоли, для PS3, для Xbox, с адаптированным управлением, которое было подсмотрено у Crysis 2. И, опять же, это было для многих шансов. Даже для тех, кто в своё время уже хотел поиграть, наконец-то приобщиться. Так что, ну, всё-таки, возвращаясь к главной теме, на мой взгляд, переиздание – это одно значит, что плюс. Ну, согласен тут. Ну, главное, что вы не забываете покупать их или не покупать. Это, ну, ваш выбор. То есть, если не будете покупать их, будет меньше. Но лучше всё-таки покупать и приобщаться. Так, ребят, у нас наконец-то определились все три победителя. Да. Ну что ж, поехали. Я называю… А, давайте сразу напоминать… Вопросы, ответ. Да, кратенько можно вопрос, правильный ответ, чтобы все узнали ответ таким, иначе будет нечестно. Мы сначала ПК ключи, да? Потом посчитали. Да, да. Ну, первый вопрос у нас был. Назовите автора фанатского мода Point & Click управления для Grim Fandango, который, собственно, попал потом в ремастер-версию. Его зовут Тобиас Фав. Тобиас Фав. А правильный ответ прислал Семериков Иван. Иван Семериков. Поздравляем. Поздравляем. Сейчас мы в ближайшее время, после передачи, вышли вам ключ по почте. Да. Так. Второй вопрос у нас был. Какая мелодия играла на фоне, когда Мэнни Коловера встречает морских пчёл в доках Рубакавы? Это мелодия известная интернационал. Интернационал. Да. И второй ПК ключ получает Максим Голиков. Да? А ты не знал ни на первый, ни на второй, да? Да. Собственно, у нас определился, понятно, обладатель ключа для PS4 версии. Давай дадим правильный ответ и я назову. Аааа. Аааа. Назовите две отсылки к известным художественным произведениям в описании игры Гримфанданга, ну там, в Стиме, допустим. Соответственно, первое – это Шекспир Гамлет. Второе – это известная мелодрама «Черно-белая неприятности в раю» 1933 года. Теперь мы хотя бы будем знать, да. И ключ выигрывает Максим Ефимов. Поздравляю Максима, да. Ребят, с вами со всеми мы свяжемся в самое ближайшее время. Да, и поскольку ключи, по сути дела, это просто ключи, вам никуда не нужно будет приезжать, ничего не нужно будет отсылать, мы просто вам пришлём эти ключи, сможете иметь возможность. Блин, очень круто, на самом деле, что у вас читатели довольно быстро, они, во-первых, и умеют в углом хорошо пользоваться, во-вторых, знают, ну, то есть, интернационал, мне кажется, это надо, ну, знать какую-то базу иметь. На самом деле, дальше, это круто, молодцы. Мы проводим много конкурсов, и часто творческих, которые требуют определенных навыков, и мы часто сами удивляемся, насколько у нас такие подкованные люди, то есть, они знают столько всего, и ты такой, может, должен применяться местами. Да, часто подкование нас. Ну да. Просто мы очень рады, что у нас такая знающая, такая толковая аудитория, которая в некоторых моментах… Это очень здорово, что это симулирует нас самих к развитию, потому что иногда ты смотришь, понимаешь, что человек лучше забирается в каком-то вопросе, чем ты, и ты начинаешь это наверстывать, это очень важно. Правда. Собственно, ребята, вот на этой замечательной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний эфир, мы обсудили переиздание. С вами в эфире были Алексей Макаренков, главный редактор журнала «Игромания». Георг Акопиан, главный редактор сайта «Игромания.ру». И Вячеслав Мастицкий, представитель Double Fine Productions в России. До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера «Стандартно».